Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Дома без детских площадок и плохие дороги. Мэр города Елена Сорокина встретилась с жителями Московского района и выслушала их пожелания. За руль только с безупречной репутацией. Согласно новому закону, к управлению муниципальным транспортом и такси не будут допускать людей с непогашенной судимостью. Ремонт завершен. 19 ноября палаты больницы номер 10 вновь будут наполнены пациентами. Крушение беспилотника и пожары. Сводка происшествий за выходные. Рязанцы пожаловались на ужасное состояние подъездов. Долгое время у них не делают ремонт. Управляющие компании на их обращения никак не реагируют. Олеся Котровская продолжит. Стены исписаны, краска осыпается. Состояние подъездов в доме 56 на улице Касимовское шоссе оставляет желать лучшего. Косметический ремонт, по словам жителей, здесь не делали уже 15 лет. Ну вот мы, я проживаю лично с 11 года в этом подъезде. Когда мы покупали квартиру, здесь уже не было никакого ремонта. То есть состояние практически было такое. Мы писали, собирали подписи этим летом, на что нам ответ был письменный, что на балансе нашего дома 814 рублей. Официальный ответ. Вот мы собрали подписи и как бы никакого результата не дало. Сейчас мы видим состояние четвертого подъезда в доме 56 на улице Касимовское шоссе. Стены давно пора покрасить, а лифт заменить. Жильцы неоднократно писали заявление в свою управляющую компанию. МПМК номер 3. Собирали подписи, но все безрезультатно. Ну подъезд у нас грязный и лет 20, наверное, ремонта не было. А так вообще у нас обещали год назад поменять лифты, никак не поменяют, и в сцены сырысь в подъезде. Зимой выходишь как из парилки. Все ободрано, все стены, все очень плохо. Надо ремонтировать. Ну конечно, надо ремонтировать, даже заходить не хочется. Наша съемочная группа выяснила, когда же в подъездах проведут ремонт и заменят лифты. На вопрос нам ответил главный инженер управляющей компании Надежда Антипова. Обещали им, что мы сделаем в этом году им замену косметический ремонт, потому что нам фонд капитального ремонта обещал, что в этом году они заменят лифт. Но лифт почему-то перенесли на следующий год в связи с отсутствием средств. И мы, естественно, перенесли автоматический косметический ремонт. У нас там план в плане замены лифта на следующий год, и как раз будем делать после замены лифта косметический ремонт. Поменяют ли лифт и сделают ремонт в доме 56 на Касимовском шоссе в следующем году покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Дома без детских игровых площадок, отсутствие детских садов и другие проблемы обсудили рязанцы на встрече с руководителями структурных подразделений и с главой администрации. Встречи уже стали традиционными и проходят во второй раз. Мероприятие посетило около 200 человек. Озвучить свое мнение, высказать идеи о перспективах развития региона и внести предложения смогли жители Московского района на встрече с главой администрации города Еленой Сорокиной и руководителями структурных подразделений. Первое предложение прозвучало об окраинах города, Недостоева, Конещева и Семчина. В 94-м их присоединили к городу, однако, по словам местных жителей, программы развития этих поселков до сих пор нет. Давайте смотреть. Первое. Водоснабжение и канализация. В городских окраинах мы действительно занимаемся и водоснабжением, и в этом году достаточно много сделано, и канализованием. И будем продолжать это. Да, у нас нет средств на это в городском бюджете. Но есть инвестиционная программа наших муниципальных предприятий. Так вот, за их счет мы это будем делать. Дальше. Электроэнергия и освещение. Тоже за счет инвестпрограмм будем делать. Московский район – это одновременно и самый молодой, и самый большой район города, добавила Елена Сорокина. Поэтому ему нужно уделить большое внимание. Также это лицо Рязани, потому что жители из Москвы, приезжая сюда, первым видят именно Московский район. Поэтому предложений было много. Обговорили и строительство спортивного комплекса в Приокском, и дворца культуры в поселке Юбилейный. Все предложения местных жителей подмечали и записывали. Также людей волновал ремонт автомобильных дорог в городе. Теперь мы принципиально поменяли подход к ремонту дорог. Выделили деньги, делаем проект. Что в проекте? Сама дорога, дорожная полотно, бордюрный камень, тротуары. Обязательно заездные карманы и ливневая канализация. Это к тому, что делаем комплекс. Сделали, вот как должно быть, и пошли на другую дорогу. Прозвучали и эстетические предложения. Украсить старые дома в Приокском рисунками художников и разбить цветнику дворца торжества на Московском. Также были затронуты вопросы благоустройства общественных пространств, освещения улиц и дворов, отделения территорий. Елена Сорокина заверила, что все предложения будут отражены на карте стратегического развития города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За руль только с безупречной репутацией. Минтранс подготовил законопроект, запрещающий юрлицам и ИП допускать к управлению такси автобусом, троллейбусом и трамваем лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Речь идет о так называемых тяжких статьях – убийства, изнасилования и других. Как рязанские таксисты относятся к такой инициативе, расскажет Дина Ислеева. Александр водителем такси работает уже 18 лет. В этот раз на своем «Рено Логан» ждет пассажиров, которые приехали в Рязань. Он трудится официально. У Александра есть лицензия. Каждый день, прежде чем выйти на работу, он проходит медобследование. Машины – техосмотр. Чего не скажешь о серых таксистах. Приходишь, оформляешь фирму, лицензия не нужна, ездишь просто. И там кто хочет работать. У меня у знакомых, что из машины не выпадут, она час ездит со мной. И она жаловалась вот именно на таких людей. Защитить пассажиров от таких водителей предлагает Минтранс России. Уже разработан законопроект, запрещающий садиться за руль такси или общественного транспорта водителям, имеющим неснятую или непогашенную судимость по статьям убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязания, изнасилования. Речь идет о случаях, когда преступления были признаны тяжкими или особо тяжкими. Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством. К управлению автобусами допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года, на дату начала организованной перевозки группы детей с последнего года и одного месяца, а также не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которое предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, либо административный арест в течение последнего года. Примерно такие же требования уже действуют, но пока касаются только водителей, которые занимаются перевозкой детей на школьных автобусах. В этой связи все лица, трудоводительность которых связана с управлением транспортными средствами, при перевозке пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями, должны будут предоставить работодателю из полиции справки об отсутствии судимости. Без такой справки компания обязана будет отстранить от управления транспортным средством. В Рязани случаев нарушений со стороны водителей школьных автобусов не было, а вот в Промском регионе у мужчины, которого решили взять на эту должность, не было достаточного стажа работы. Кроме того, он был ранее лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Надо отметить, что водители нарушают это правило не так редко. Только железнодорожным судом за этот год уже вынесены 29 обвинительных приговоров в отношении водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В сети появилось видео, снятое на месте падения военного беспилотника «Орион» в поселке Листвянка Рязанского района. Летательный аппарат рухнул 16 ноября, около часа дня, в 70 метрах от жилого дома. При падении аппарат срубил половину сосны. Надо отметить, что он упал в месте, где часто гуляют местные жители. В настоящий момент летательный аппарат уже эвакуирован. Беспилотник должен был сесть в аэропорту Протасово, но не долетел. В аэропорту его ждали представители спецслужб. По данным Московского межрайонного управления Следственного комитета на транспорте, беспилотник совершал испытательный полет. По предварительной версии у него произошел отказ техники. «Орион» – средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет одну тонну. По инциденту, произошедшему в Рязани 16 ноября, начато расследование. В компании «Кронштадт», которая его разработала, заявили, что окажут содействие в расследовании. Выходные не обошлись без происшествий. Вечером в воскресенье 17 ноября в районе Рязанского поселка Строитель произошел пожар. В 18 часов 52 минуты на поле диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании магазина. Пожар произошел на улице Ряжское шоссе в городе Рязани. В 19 часов 17 минут пожар был локализован. В 19 часов 29 минут ликвидирован. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На место происшествия выезжали 15 человек личного состава и 5 пожарных автомобилей. Никто не пострадал причиной происшествия, и его ущерб уточняют специалисты. По данным МЧС, еще один пожар произошел 16 ноября. В 16 ноября в 16 часов 23 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Кадом. На момент прибытия первого пожароспасательного подразделения наблюдалось сгорение кровли сервисного помещения на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. На пожаре работало 8 пожарных автомобилей и 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Олеся Катрувская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани повысят стоимость льготных месячных проездных билетов. Стоимость социального месячного проездного билета в Рязани увеличится с 365 до 375 рублей. Соответствующие изменения одобрило правительство Рязанской области на заседании 18 ноября. По словам министра транспорта региона Вадима Решетника, увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году. Цитата. Предлагаемая мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчиков с необходимостью обеспечивать социально значимые перевозки граждан льготных категорий в условиях роста затрат на топливо и запасные части. Конец цитаты. Ремонт терапевтического отделения завершен. Уже во вторник палаты больницы номер 10 вновь будут наполнены пациентами. Напомним, что капитальный ремонт отделения здесь не проводился с 1972 года. В преддверии открытия его посетила наша съемочная группа. Светлые коридоры и обновленные палаты. В терапевтическом отделении городской клинической больницы номер 10 закончился ремонт. Его провели в рамках национального проекта здравоохранения. Стоимость составила 3,6 миллиона рублей. Средства выделили из бюджета Рязанской области. 21 палата. Это один этаж. 21 палата. Ординаторская. Сантехнические комнаты на двух постах. Сестеринская. Кабинет осмотра пациентов. Процедурный, манипуляционный. Ну и вспомогательные помещения. Было закуплен мягкий инвентарь. То есть это тумбочки, столы и стулья. Также обновлены матрасы, подушки, одеяла, ну и постельные принадлежности. Также были увеличены дверные проемы для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Появилась и полка с книгами. Освещение в палатах решили сделать индивидуальным, чтобы в вечернее время пациенты не мешали друг другу. Напомним, что в отделении 45 коек круглосуточного стационара и 14 дневного пребывания. На терапевтических отделениях в городе всего два. Вот такой общий профиль, где проходит лечение пациента. И с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и бронхолегочной системой. Значит, поэтому отделение не прекращало свою работу. Пациенты были размещены в палатах других отделений, поскольку бригада скорой помощи ежедневно нам привозит пациентов. Поэтому работа не останавливалась ни на час. Стоит отметить, что больница номер 10 многопрофильная. Она включает в себя стационар, поликлинику, родильный дом и детский блок. Основное здание стационара было построено в 1972 году. В нем находятся четыре отделения. Неврологическое, гинекологическое, отделение гириатрии и терапевтическое. Оно ежегодно принимает более 1600 пациентов. Ну, небо и земля, конечно. Сейчас действительно светлые палаты с новыми сантехническими раковинами. Там подушки новые, матрасы новые. Ну, все, в общем-то, замечательно. Мне очень понравилось. Я прям рано легла на первый этаж. Можно было бы чуть попозже, чтобы сразу попасть в хорошее отделение, в чистое, уютное. Врачи отмечают, что это первый капитальный ремонт отделения со дня его основания. Однако реконструкция затрагивает не только его. В завершающей стадии находится ремонт поликлиники номер 10, а также стартовали работы в отделении неврологии. Общая стоимость составила более 20 миллионов рублей. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани отметили день рождения Деда Мороза. В рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица России-2020» в лесопарке прошел традиционный забег в новогодних костюмах. Бежать можно было даже всей семьей. Дистанции небольшие – 250-500 метров. Заряд праздничного настроения в нашем следующем сюжете. Забег в лесопарке проходит впервые. Место выбрано не случайно. Здесь пройдут главные торжества, участие в которых примет Дед Мороз из Великого Устюга. И уже через три недели откроет свои двери – новогодняя деревня. На забег Дедов Морозов, хоть его и проводят спорткомитет, ждали скорее не спортсменов, а поклонников главного зимнего праздника. Главное требование – наличие новогоднего костюма. Пожалуй, самым необычным на этом забеге стал костюм Малефисенте. За образом злой феи скрывалась мама троих детей Наталья. Она пришла на забег вместе с подругой Ириной, которая в этом году примерила на себя роль «Снежной королевы». Мы бегаем уже несколько лет подряд, и вот меняем образы, ищем, в каких нам лучше бегается, в каких побеждаться будет. Костюм, я так понимаю, задействованы были в мусорные мешки, да? Да, мы за экологичность ничего не выбрасываем. Изоленты, мусорные мешки и картон. Большинство рязанцев пришли в традиционных костюмах Деда Мороза или Снегурочки. По регламенту новогодних соревнований участвовать в забеге можно было, даже если у тебя из всего костюма есть только шапка. Планировать с сыном пробежим, сейчас призовое место займем какое-нибудь. Ну и будем дальше в эту традицию, возьмем, будем постоянно участвовать в таких мероприятиях. Ну, пустой мешок. Точно пустой? Точно пустой, нет ничего. Наверное, там удача. Наверное. Рассчитываем, да, на удачу. Ну, пустой мешок не будем давать? Давай, возьмем. Я положу пакет туда. После небольшой разминки был дан старт соревнованием первой дистанции для взрослых детьми в возрасте до 6 лет. Бежать предстояло 250 метров. Победил в этом забеге Илья с сыном Владимиром. По словам Ильи, профессионально спортом он не занимается, просто поддерживает форму. Залог успеха на забеге, скорее всего, кроется в том, что он единственный участник, который решил ребенка нести на плечах, а не бежать держать за руку. Это и увеличило шансы на победу. Ну, здорово. Приятно. Пока ребенок маленький, пускай развивается, смотрит, что от движения можно получать удовольствие. Самая большая дистанция на забеге Детов Морозов была 500 метров. Бежать можно было с ребенком, правда, если ему 13 лет или больше. И были отдельные забеги для мужчин и женщин. Победители получили призы, были отмечены и лучшие костюмы. Что же касается участников, то в этом году зарядиться хорошим настроением пришли в лесопарк порядка 120 человек. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Она исполнила 4 четверных прыжка, 3 из которых выполнила без ошибок. Спортсменка начала прокат с падения после четверного сальхова, но затем чисто исполнила четверной луц и 2 четверных тулупа в каскадах. Второе место заняла выступившая без ошибок Евгения Медевева, а третье – Мирая Белл из США. В Рязанском цирке состоялась премьера шоу под названием «Гиганты Африки». Трехтонный носорог, белые львы и тигры – все это уже могут увидеть рязанцы. Экзотические животные и яркие номера на сцене Рязанского цирка. На манеже Рязанского цирка трехтонный носорог Бонни. Белоснежному красавцу всего 8 лет, 4 из которых он выступает на манеже. Как говорят артисты, носороги дрессуре не подаются, но его можно вырастить. До двух лет его вскармливали молоком на африканской ферме, где спасают животных. С тех пор носорог плавно влился в цирковую труппу. Теперь он яркий артист циркового шоу «Гиганты Африки», которое 16 ноября могут увидеть рязанцы. Яркое, неповторимое зрелище, которое говорит само за себя. Основа – это, конечно, носорог Бонни. Трехтонный красавец, белоснежный. Ни в одном зоопарке России нет носорогов. Только вот на сегодняшний день представлен в цирке, можно полюбоваться на эту мощь и грацию. Роман Гармаш добавил, что шоу можно также назвать носорог Бонни и его друзья, потому что носорог приехал не один. На манеже рязанского цирка также появляются хищники – белые львы Алжира и золотые тигры Суматры. Как рассказывают артисты-дрессировщики, львы и тигры – животные сами по себе несовместимые. Но в шоу «Гиганты Африки» они выступают вместе. Под руководством опытных дрессировщиков хищники становятся совсем ручными и выполняют завораживающие трюки, восхищаясь своей ловкостью и мощью. Это было просто крутое! Ну, носорога увидеть на сцене – это вообще нереально, по-моему, было. Невозможное счастье, не знаю, прям. Носорог большой. Не, ну так близко, скажем, туда, первый раз. В зоопарке все равно они дальше находятся. Номера с животными чередуются с выступлениями артистов. Под купол взмывает гимнастка на обруче, отрюков которой у зрителей захватывает дух. Поход в цирк – это всегда праздник, прикосновение к чуду, как для детей, так и для взрослых. Особенно, если в программе принимают участие самые необычные животные. Устройте своим детям праздник уже в эти выходные. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Вкусно, разнообразно, по-домашнему. Ресторан «Бакинский дворик на воде». Старый друг на старом месте. Корпоративы, свадьбы, вечера, район лесопарка, сооружение 13. Телефон 24-64-60. Субтитры создавал DimaTorzok